Несмотря на принимаемые меры за последние годы, мы не сумели переломить все основные негативные тенденции в сфере дорожного движения. В текущем году отмечается заметный рост числа дорожных транспортных происшествий на 59% и раненых на 67%. Хотя по статистике нам и удалось в сравнении с 2007 годом сократить смертность на дорогах более чем на 50%, обстановка с аварийностью на дорогах у нас остается еще тяжелой. Только за 1 август месяц на дорогах погибло 377 человек. Эта ситуация требует от заинтересованных министерств и всех акиматов серьезной реакции и поиска конкретных подходов в решении данной проблемы в каждом регионе. По мнению специалистов, подавляющее большинство дорожных транспортных происшествий предсказуемы, а значит их можно предотвратить. Многие страны достигли сокращения числа аварий и снижения тяжести их последствий за счет целенаправленных точных мер по устранению причин ДТП. В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующие ключевые проблемы. Сегодня по вине водителей совершается более 80% дорожно-транспортных происшествий. Каждый четвертый ДТП совершается по причине превышения скорости. Каждый девятый связан с нарушением правил проезда перекрестков. Каждый десятый происходит из-за неправильного маневрирования. Каждый одиннадцатый – это выезд на встречную полосу и наезд на пешеходов. Не уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. Более 78% дорожно-транспортных происшествий происходит в городах и других населенных пунктах. 14% на дорогах республиканского значения и 7% на дорогах местного значения. Безусловно, укрепление транспортной дисциплины – это зона ответственности полиции, которая явно не дорабатывает. Поэтому в последнее время мы внесли коррективы в профессиональную подготовку сотрудников, в организацию их работы усилили ежедневный контроль за несением ими службы. В прошлом году кардинально пересмотрели подходы к работе с кадрами в полиции. В ходе последней аттестации 300 дорожно-полицейских уволены, более 600 переведены в другие службы. 166 человек по нижним должностях. В этом году за различные нарушения в дистанционном порядке наказано уже более 1700 полицейских. С 1 ноября в областных центрах и крупных городах приступили к службе объединенные подразделения дорожно-патрульной полиции. По сути, это совершенно новая форма и тактика обеспечения порядка на дорогах, на улицах и других общественных местах. Планируем внедрение топографического анализа дорожно-транспортных происшествий для того, чтобы выставлять свои наряды не там, где проще выявлять правонарушения, а там, где они приводят к авариям. Используя внутренние резервы, как за счет перераспределения численности, так и внедрения автоматических систем фиксации, мы увеличили на 500 единиц численность подразделения, контролирующие загородные трассы. Убежден, что эти меры в комплексе с другими позволят повысить результативность работы дорожно-патрульной полиции. Сегодня мы уже пресекли более 2,2 млн нарушений правил дорожного движения, за что виновные привлечены к административной ответственности, с них взыскано штрафов на сумму почти 10 млрд тенге. Такая же жесткая административная практика будет продолжена. В свое время, это в 2007-10-х годах, только за счет усиления административной практики нам удалось заметно снизить все показатели аварийности. И нужно сказать, что меры административного принуждения еще не исчерпали себя. Поэтому в законопроекте о дорожном движении, который сейчас рассматривается в парламенте, существенно ужесточается ответственность водителей. Вводится лишение права управления на 6 месяцев почти по всем нарушениям, по которым в случае повторения их в третий раз ранее предусматривалось только штраф. Увеличатся штрафные санкции по 7 составам правонарушений, в том числе за превышение скорости проезд на красный свет светофора. Изменены санкции со штрафа на лишение права управлять автотранспортом за выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 40 км в час, так как именно эти правонарушения влекут ДТП с тяжкими последствиями. В проекте нового уголовного кодекса вождение в нетрезвом виде переводится в раздел уголовных проступков. В соответствии наказание за данный проступок будет ужесточен. Теперь пьяные водители будут подвергаться штрафу размере до 500 месячных расчетных показателей, либо привлекаться к общественным работам до 300 часов или арестовываться на срок до 6 месяцев. Кроме того, мы намерены внедрить применение сотрудникам полиции мобильных алкотестеров. Это позволит оперативно выявлять водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного пьянения, не покидая место несения службы и значительно снизить время затраченное проведение освидетельствий на таких лиц. Правовые основания для этого у нас имеются. В связи с этим просил бы уважаемых Акимов обратить внимание на необходимость оказания содействия приобретения полиции этих алкотестеров. Как известно, вопрос обеспечения безопасности дорожного движения носит межведомственный характер и далеко не все зависит от полиции. Состояние аварийности в Казахстане, как и за рубежом, во многом определяется уровнем автомобилизации населения. За последние пять лет количество автомашин в стране возросло с 2,5 миллионов до 4,1 миллионов. В советское время расчетный уровень автомобилизации был принят 60 автомобилей на 1000 жителей. Сегодня же на 1000 жителей приходится 240 автомобилей. Как видно, темпы роста автопарка страны в разы превышают темпы развития уличной дорожной сети. Пропускная способность наших дорог, как и вместимость автостоянок в городах, катастрофически недостаточна. Они удовлетворяют нас максимум на 30%. Техническое состояние дорог республиканского значения буквально на днях было предметом обсуждения нами в Минтранскоме. Проблем здесь очень много. Не случайно наиболее тяжкие дорожно-транспортные происшествия совершаются именно здесь. Только в текущем году на дорогах республиканского значения погибло 900 человек. Нелучшее положение с уличной дорожной сетью в городах и других населенных пунктах. Здесь происходит подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий. Адекватных же мер местными исполнительными органами не принимаются. Застройка в городах ведется без учета требований безопасности дорожного движения. Понятно, чтобы решить проблему дорог, акиматам нужны немалые средства. Но не всегда нужно сдать, когда они поступят из республиканского бюджета. Очевидно, способы и средства для этого надо искать на местах. Глава государства неоднократно говорил о том, чтобы жилые дома в городах не сдавались без паркингов. Однако не везде это соблюдается. Особо стоит проблема пешеходных переходов. Более половины происшествий с участием пешеходов связаны с отсутствием пешеходных переходов. Люди вынуждены переходить дороги в неустановленных местах, где придется. На магистральных улицах пешеходные переходы должны предусматриваться с интервалом 400 метров. И это тоже решаемый вопрос. У нас сейчас на всю страну имеется всего 124 разноуровневых пешеходных переходов. Из них более половины в Алмате и в Астане. Это крайне недостаточно. До сих пор ни одного подобного сооружения нет в областных центрах Джамбульской, Казардинской и Мангоставских областей. Чрезвычайно слабо развита система пешеходных переходов в городах Кокшетау, Актьюбе, Атрау, Петропавловск и Павлодар. В то же время наиболее аварийными городами, кроме Алматы и Астаны, являются Шимкент, Ускаменогорск, Тарас, Актьюбе и Павлодар. Для разделения транспортных потоков требуется строительство транспортных развязок. Сегодня в городах имеется всего 40 транспортных развязок. Из них большая часть это в Астане и в Алмате. Нет ни одной транспортной развязки в городах Ахмолинской, Алматинской, Западноказахстанской, Казардинской, Мангоставской и Южноказахстанских областей. Аналогичная ситуация и по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. Такие системы функционируют только в 9 регионах. А в 6 регионах, таких как Актьюбе, Атрау, Уральск, Тарас, Казардай, Павлодар, их создание отложено на неопределенный срок. Имеется 465 систем фиксации нарушений правил дорожного движения. Большая их часть установлена в Астане, в Алмате и в городе Тарас. К сожалению, ни одной такой системы не работает в Талдыкургане и вообще отсутствует в Качитаве. Полиция регулярно проводит обследование автодорог. В этом году Дорожным и Коммунальным службам внесено около 9 тысяч предписаний. К административной ответственности привлечено полтора тысяч должностных лиц. К сожалению, должных мер на местах не принимается. Поэтому сейчас добиваемся устранения всех выявленных недостатков на дорогах совместно с органами прокуратуры. На наш взгляд, для решения проблемы создания дорожной инфраструктуры городов и населенных пунктов целесообразно вернуться к разработке региональных программ обеспечения дорожной безопасности и начать их реализацию хотя бы с Нового года. Не выдерживает критики и существующая система подготовки водителей. Сегодня процесс подготовки водителей фактически поставлен на коммерческий поток. Для открытия автошколы никакого разрешения, кроме представления уведомлений, сейчас не требуется. Дорожная полиция ведет только их списочный учет. Даже при наличии явных нарушений подготовки водителей закрыть такие автошколы мы не можем. Учебные организации по подготовке водителей ежегодно выпускают более 200 тысяч кандидатов. Однако треть из них не могут сдать экзамены ни по вождению, ни по теории. Однозначно это следствие отмены государственной лицензирной этой деятельности. Все это требует введения новых, более жестких механизмов контроля за всю систему обучения и получения водительских прав. Поэтому в проекте закона предусматривается наделение МВД функциями по введению реестра учебных организаций. В реесте будут включены только те организации, которые имеют квалифицированный персонал и необходимую материально-техническую базу. Вводится административная ответственность учебных организаций за некачественную подготовку водителей в виде штрафа от 50 до 150 месячных расчетных показателей. В случае повторных нарушений действий учебных заведений будет приостановляться в судебном порядке. Разработана внедрена новая типовая программа подготовки водителей. Это позволило унифицировать и ввести единые требования по подготовке водителей. В автошколах отменены всевозможные ускоренные курсы подготовки водителей и ранее была отменена так называемая самоподготовка. Совместно с Министерством образования и науки в школах введены курсы по обучению старшеклассников в вождении автомобилей, а для первых и восьмых классов учебная программа по изучению правил дорожного движения. Особого внимания требует и безопасность пассажирских перевозков. В текущем году по вине водителя автобусов совершено 426 дорожных транспортных происшествий, в которых погибло 44 и 723 раненых. Перевозчиками повсеместно игнорируются законодательные требования о проведении обязательного предрейственного медицинского осмотра водителей и технического осмотра пассажирских транспортов. Нарушается режим труда и отдыха водителей. Практически в каждом регионе имеются стихийные рынки по перевозке пассажиров и багажа. В июне текущего года функции контроля за соблюдением перевозчиками правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом переданы в ведение Министерства внутренних дел от Министерства транспорта и коммуникации. Разработан нами план и подписан протокол совместных мероприятий по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Сейчас завершаем все связанные с этими организационные вопросы, передачу оборудования, аппаратуры и обучение наших полицейских. Для наведения порядка в этой сфере, безусловно, нужны совместные усилия полиции и местных исполнительных органов. И последнее, уважаемый Сергей Геннадьевич, при вашем согласии полагали бы целесообразно ввести в практику работы правительственной комиссии по профилактике, которую вы возглавляете, периодическое рассмотрение состояния дорожной безопасности в конкретных регионах с заслушиванием отчетов руководителей регионов, где имеются самые худшие положения с обеспечением безопасности на дорогах. Доклад закончен.